Старый Ирбит в миниатюре. Более 70 объектов культурно-исторического наследия будут восстановлены в своем первозданном облике на гранд-макет исторического центра Ирбита. С предложением реализации проекта выступила компания и сеть фонд. Мое искреннее убеждение, что не надо мешать Путем активного обсуждения участники совета выработали основную концепцию, которой будет выполнен макет Ирбита. Некоторые рекомендации проектантам были даны еще на предыдущем заседании. У нас изначально стоял вопрос, будем ли мы создавать историческую составляющую города, либо это будет будущее. Как показал сегодняшний совет, все-таки все хотят видеть будущее. То есть исторические элементы будут присутствовать, но все это в концепции будущего будет организовано. Создание гранд-макета исторической части города – инициатива владельца территории бывшего гостиного двора компании и сеть фонд. Она же оплатит работы по воплощению проекта. Компании также принято решение в ближайшее время начать восстановление ярмарочных торговых рядов. И сеть фонд закручил договор на проведение археологических мероприятий на территории центра. И в эти выходные дни начинается работа по археологическим изысканиям, где находилась часовня в центре, промплощадки находилась. И там были арки еще, от которых вообще, говорят, там начинали все гостиные дворы. Речь идет о часовне Иверской иконы Божьей Матери. Восстановление гостиного двора начнут именно с нее. В гранд-макете часовня и гостиный двор займут центральную часть, как знаковое место начала Ирбитской ярмарки. Сама ярмарка будет присутствовать в данном макете. То есть это будет все с динамической подсветкой, с какими-то сюжетными составляющими. То есть там будут люди что-то делать, какие-то сценки из жизни, возможно. Но это все будет в концепции современности. В целом макет будет занимать площадь 25 квадратных метров. При этом он будет мобилен. Представлять его планируется как в законодательном собрании Свердловской области, так и на площадках Ирбита. Сегодня же в помощь архитекторам макета создана рабочая группа из числа ирбитчан, которая хорошо знакома с историей и архитектурой города, чтобы в будущем гранд-макет стал настоящей визитной карточкой Ирбита как для туристов, так и для руководителей области. Лариса Воложанина, Владислав Бурулёв, Александр Свяжин, НТС Ирбит.